Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман, и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар и индексов на предстоящий день. Пятница, 28 июля, и давайте посмотрим, с чем у нас завершается эта торговая неделя. Начнем, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар, в последние несколько торговых сессий мы видели следующие импульсы на продолжение роста. Вчера доходили до максимальных значений в области 1.1770 и на текущий момент тенденция на укрепление по евро продолжается. Ближайший уровень разворота, который сформировался после пробития максимума 25 июля, находится на минимальных значениях в области 1.1613-1.1610. Пара британский фунт и американский доллар также продолжают свое восходящее движение. Ближайший разворотный уровень располагается на минимальных значениях, которые были 26 июля, отметка в области 1.2990. Следующий импульс из текущих уровней, с тех максимумов, которые у нас обозначены были вчера, уже позволит нам скорректировать данную область после пробития максимальных значений, которые были 27 июля. Но на текущий момент уровень остается на минимуме 26 июля. Пара австралийский доллар и американский доллар также продолжают свое восходящее движение. Вчера после пробития и ухода к отметке 0.8060 скорректировались к уровню пробития. Это отметка 79.70 и на текущий момент тенденция на укрепление также остается в приоритете. По австралийцу ближайший разворотный уровень располагается на минимальных значениях, которые были 26 июля, область 78.70. Пара американский доллар и японская иена вчера не смогла обновить локальные минимумы. Подходили к отметке 110.77, что мы видим и сегодня. Поэтому если говорить о продолжении продаж по данному инструменту, то паре как минимум нужно закрепиться ниже данного уровня. Пара американский доллар и канадский доллар в отличие от пары американский доллар и японская иена вчера к концу торговой сессии ушла выше максимальных значений 26 июля, что в свою очередь говорит о начале коррекционного восходящего движения по данному инструменту. Основная тенденция остается на ослабление, поэтому завершение коррекции по канадцу позволит вновь присоединиться по данному инструменту на продажу в сторону основного тренда. Но на текущий момент тенденция в рамках краткосрочных таймфреймов идет на укрепление. Пара евро фунт, достаточно низкая волатильность по ней. Но это и очевидно, так как мы видим достаточно большие движения по евро доллару, по британскому фунту к доллару. Поэтому на текущий момент тенденция на ослабление, коррекционная тенденция остается в приоритете. Если говорить о продолжении покупок, то паре как минимум нужно уйти выше максимальных значений, которые были зафиксированы вчера. Это отметка 89.55. Золото продолжает свой рост. Ближайший разворотный уровень располагается на минимальных значениях, которые были зафиксированы 26 июля, по значению 1243 доллара за тройскую унцию. Вчера после обновления максимума также мы скорректировались к уровню пробития. И на текущий момент тенденция на укрепление также остается в приоритете и по данному активу. Нефть марки Brent продолжает свой рост. Вчера доходили до максимальных значений в области 51.62. На текущий момент коррекционный уровень мы можем переместить на минимальные значения, которые были вчера. Это отметка 50.44. Уход ниже данного уровня вернет нас к продажам по данному активу. Индекс DAX после ухода ниже минимальных значений 26 июля, продолжая свое снижение, были обновлены минимум 24 июля. И тенденция в рамках краткосрочного и среднесрочного направления остается на снижение. Итак, коллеги, с вами был Исааков Роман. Как всегда, напоминаю, по понедельникам в 19.30 у нас проходит недельный разбор. Поэтому всех вас приглашаю на вебинары. Зарегистрироваться вы можете по ссылке под описанием к этому видео. Ну и как всегда, ваши вопросы пишите под видео, оставляйте комментарии. И увидимся уже на следующей неделе. Всем желаю хороших выходных и продуктивного завершения торговой недели. Всем спасибо и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok